Здравствуйте, дамы и господа. В сегодняшнем видео я хотел бы показать, как поставить на свою страницу ВКонтакте отчество или никнейм. Кому как удобнее. То есть ту информацию, которая находится между именем и фамилией. Итак, для этого нам потребуется какая-нибудь страничка ВКонтакте. Так, вот есть страничка. У многих пользователей ВКонтакте между именем и фамилией указывается еще отчество. Чтобы добавить его, нужно кликнуть «Редактировать». И в вкладке «Основное» здесь должно быть поле отчества. Когда-то оно было, потом его убрали, сейчас его нет. Поэтому я покажу, как получить это поле и как, соответственно, добавить свое отчество, никнейм и тому подобное. Итак, все свои операции, которые я буду здесь показывать, буду производить в Google Chrome. Итак, поехали. Вот, значит, мы зашли в раздел «Основное» нашей контактной информации. Кликнем «Просмотр». Давайте кликнем на фамилию, например. Нет, на имя, не думайте. Правой кнопкой мыши «Просмотр кода элемента». Открывается окошко с кодом. Итак, давайте передатируем эту строчку, которая отвечает за имя. Правой кнопкой мыши «Кликнули» и выбираем «Edit Castor HTML» в контекстном меню. Вот, скопируем эту строчку. И все равно сейчас-таки вставим ее. Итак, в этой строчке значение «Value» мы можем поменять на любые буквы, символы. Это будет наше общество. Или «LinkName». Ну, давайте напишем вот так вот креветка какой-нибудь. Так, теперь в «ID» написано здесь «Pedit First Name». «First» — слово заменим на «Middle». «Замени». Ну, дальше ничего можно не производить. Кликнуем где-нибудь в коде. Закроем окошко. И вот у нас появилось, видите, поле какое-то, креветку. Это, собственно, и есть наш никнейм. Давайте изменим его на какую-нибудь креветку 0.1.2. Сохраним изменения. Перейдем на свою страницу. И вот, видим, появился никнейм, пишущийся между именем и фамилией ВКонтакте. Спасибо за внимание. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok